На этот раз никакой интриги на Кинотавре не было. Практически все в один голос говорили о единственном режиссёре и о единственном фильме, который понравился многим зрителям, но за редким исключением. По звёздной дорожке актёры, режиссёры, продюсеры шли с убеждением, что скорее всего победит Аня Меликян. Я для себя такие прям пометочки сделала, вот с кем бы хотелось поработать. Я совершенно в диком восторге от Анны Меликян. Она всегда была очень стильная, своеобразная. Но то, что вот, например, она так снимает, знаете, она снимает мысль. Она не то, что вижу, то и пою, а вот именно идёт мысль, она эту мысль доводит как бы до нас. Из того, что я видел, действительно, вы абсолютно правы, в этом году калейдоскоп совершенно другой. Очень разные картины. Мне лично понравились мои фавориты. Это фильм Саша Котта, «Инсайт». Конечно же, Иван Иврыпаев, его фильм и Аня Меликян. Конкурсные картины кинотавра были очень разные. Это видные по звёздному составу, который прилетел в Сочи. Были и режиссёрские дебюты в большом кино. Например, фильм «Пионеры-герои», который затронул самые тонкие струны души. О каких-то детских, может быть, наивных мечтах, которые на самом деле делают из тебя вот тот каркас совести и правды, который ты несёшь через всю жизнь. Дебют в кино был у Полины Гришиной. И вот непрофессиональные артистки из жюри основного конкурса присуждают приз за лучшую женскую роль. Полина, сыгравшая католическую монахиню, здесь, на кинотавре, верит и не верит в свой успех. Иван Иерупаев пригласил меня в кино, потому что я работала у него художником в театре. И вот, собственно, всё. Просто это чудо какое-то. Награду за лучшую мужскую роль забрали сразу четверо актёров. Молодые люди из фильма «Трипичный союз» Василий Буткевич, Павел Чинарёв, Иван Генковский и Александр Паль. В категории «Лучшая режиссура» был отмечен фильм Алексея Федорченко «Ангелы революции». А гран-при кинофестиваля «Приз за лучший фильм» достался, как и ожидалось, картине режиссёра Анны Меликян про любовь. Я была просто счастлива, что зрителям кино понравилось. И это было очевидно вчера в зале. И для меня вчера вот эта главная победа произошла в зале. Три раза в день на протяжении недели в Зимнем театре проходили показы конкурсных фильмов. Затем пресс-конференции и анализ увиденного. Сегодня авторское кино позволило зрителю, что называется, выдохнуть многие годы. Киноленты были сложными для восприятия на уровне затянувшейся депрессии. Но фильмы нынешнего кинотавра – это совсем другое кино о будущем страны, о поиске смысла жизни, о любви и о человеческих ценностях. В этом году кинофорум проводился в 26-й раз. И в 26-й раз он сказал в Сочи «До свидания». Елена Всецкая, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».